Московские активисты сообщают, что они помогли освободить двух мигрантов из Средней Азии, которые в течение 10 лет удерживались в подвале жилого здания в качестве рабов. На этом видео показывана Бакия, одна из мигрантов, по словам которой ее силы держали в неволе. Она встретилась со своей матерью благодаря активистам, взявшим штурмом продовольственный магазин 30 октября. Бакия, 35-летняя уроженка Узбекистана, рассказывает, что хозяева издевались над ней. Другой рабочий Адиль говорит, что его тоже удерживали в рабстве, что он боялся обратиться за помощью. Долго мы не смогли этого делать, потому что все боялись сам себя. Если какое-то плохое слово скажет, который хозяинам не нравится, они наказали. Поэтому все боялся. На этой неделе эта история привлекла всеобщее внимание, благодаря тому, что московским властям сообщили о похищении троих детей, скорее всего, тоже удерживавшихся в том же продовольственном магазине. Детей впоследствии нашли, но осведомитель рассказал полицейским, что в том же помещении силы удерживают других рабов. Детей родили мигрантки-рабыни в период пребывания в неволе. Активист Данила Медведев, предавший это дело гласности, говорит, что это далеко не единственный случай рабства в Москве. Шесть лет назад было проведено большое исследование по заказу Организации Объединенных Наций торговли людьми в России. И там известно, что в России от полумиллиона до двух миллионов людей, находящихся фактически на положении рабов. То есть это не просто низкая зарплата и короткий отпуск, это люди, которых физически удерживают, заставляют работать, не платят им денег. В Москве этих рабов может быть 50 тысяч, 100 тысяч. Но поскольку наши правоохранительные органы полностью цензурируют употребление слова рабства и отрицают эту проблему, то мы и не знаем, сколько их есть. Но мы совершенно точно можем сказать, и я готов за это поручиться, что только на объектах, принадлежащих владельцам этого магазина, должно быть еще не меньше 20 человек, которых удерживают в рабстве, которых мы пока еще даже и не видели.